Здравствуйте, меня зовут Анна Пут. В наш детальный календарь, как и вся страна, вносим дополнительный рабочий день и посвящаем его успеху. О том, как его достичь и самое главное удержать, сегодня рассказывает наш гость, музыкант, виртуоз Дидюля. Здравствуйте. Здравствуйте, привет, Анна. Сразу хочу, не знаю, огорожить нет. Вот про вас очень много пишут. Самый одаренный, самый известный, самый потрясающий. Дидюля, ну каково жить вот с такими эпитетами? Очень просто. Я на это не обращаю внимания. Занимаюсь своим делом, концертирую, выступаю, записываю музыку, получаю безмерное счастье от игры на гитаре, от всего того, чем я занимаюсь. И, собственно, вот этим и живу. То есть головокружения от побед нет? Нету. То есть победы нами воспринимаются очень просто, если они есть. Поражения тоже воспринимаются просто, если они есть. Есть реальная работа, есть зритель, который нас любит и ценит, и этим мы живем. Скажите, ваш секрет в чем? Труд, труд и еще раз труд. Безмерно большое количество времени и трудолюбие нужно положить на любимое дело, любое. Друзья, в нашем случае мы тоже очень много работаем, очень много отдаемся любимому делу, играем, записываем, организуем гастроли, трудимся безмерно, но вместе с тем получаем потрясающий отклик от зрителей, от наших слушателей, которые приходят к нам на концерты, которые покупают наши пластинки, и им за это большое спасибо. То есть взаимная дружба получается. Мы играем, приносим радость и счастье людям на концертах, а зрители нас одаривают аплодисментами. Диурин, у вас так послушать, получается, самое главное это трудиться, то есть неважно, есть у тебя талант, нет. Ну, мне кажется, талант это тоже труд, это тоже нужно просто попытаться в себе найти некую огонек, некое пламя, искорку и пытаться его разжечь, развить. В любом случае найти любимое дело в жизни, это очень важно. Ну, это с самого детства, я так понимаю, наше любимое дело. По крайней мере, моя мама, когда купила мне гитару в детстве, она меня подтолкнула именно к творчеству, к прекрасному. И вообще царящая в семье атмосфера, она способствовала этому однозначно. И потом потихоньку, понемножку, музыка, звук, гитара, красивый ее вид, какие-то еще, может быть, вещи, которые меня впечатляли. Все это привело к тому, что я нашел дело в своей жизни. Я понял, что без музыки, без композиторства, без экспериментов, без этого творческого постоянного поиска я не смогу. И мой характер и мое внутреннее ощущение к прекрасному, все совпало, и получилась музыка, получилась первая пластинка, концерт, свое шоу, яркие, интересные гастроли. В любом случае за этим стоит труд, но вместе с тем труд с любовью, с кайфом и с полной самоотдачей. Я могу сказать, нашим агентам тоже есть что сказать, поскольку мы раздеталили отголоски, так сказать, вашего успеха у нас здесь в Красноярске. Рубрика «Подсмотрели». Интересно. Меня тоже можно добавить теперь к возрастному и контингенту, и половому признаку слушателей дедюли. Ну а чаще это и слушатели – это девушки, нежели мужчины. Это и понятно, музыка у нее достаточно романтичная. У дедюли музыка, как бы подобрать слово, она сочная, она живая. Инструмент в руках музыканта просто оживает. Он благодаря инструменту дарит людям, находящимся в зале, свою живую душу. Дедуля – это величайший, скажем, популяризатор испанской музыки на территории нашего государства. Я бы отнес его больше к поп-музыке даже, да, за счет того, что современными аранжировками, да, он несет это творчество, скажем, в массы. Ну что же, господин популяризатор, да? Вы для кого все-таки играете? Больше для женского пола? Ну, вообще, прежде всего, конечно, для самих себя. Вначале, чтобы быть неким критерием и неким цензом вообще того, что мы делаем. Потому что, когда ты выпускаешь пластинку, отпускаешь ее в мир, рождается альбом. Это серьезно, это большая ответственность перед людьми. По-любому у нас есть что сказать со сцены, с пластинок своих. Так что, друзья, здесь уж так. Здесь уж так. Ну, знаете, что интересно? Вот эта вот сочная, сказали, яркая, да, такая вот очень страстная музыка, она, интересно, влияет на характер, на темперамент ваш. Ну, на сцене мы одни. Мы, потому что у меня замечательная команда, группа, музыканты, танцоры, лучшие на сегодняшний день музыканты страны работают со мной. Я этим горжусь, вообще потрясающим своим коллективом. И, конечно же, мы на сцене имеем образ очень ярких музыкантов. Ну, на сцене, а в жизни? А в жизни достаточно все скромно, все достаточно спокойно, потому что сил уже, наверное, не хватает в жизни зажигать так, как зажигаем на сцене. Каждый концерт наш проходит так, как будто это последний раз в жизни мы выступаем, как будто это последний вообще концерт. На полную катушку, в общем. Да, на полную катушку с полной самодачей, тем более, что играть живьем, играть живьем в той эстетике, которую мы выбрали для себя, очень сложно. Два часа, причем, да? Да, то есть живое, яркое, динамичное, зажигательное шоу, инструментальное, чтобы оно без единого слова держало на протяжении двух часов зрителя в напряжении, это непросто. Требует колоссальных сил физических, духовных, музыкальных и много-много-много здесь всего, обо всем не расскажешь. Но за этим стоит большой, опять же, повторюсь, труд, и самодача требуется большой. Поэтому за сценой мы спокойные, мы уравновешенные, мы не настолько эмоциональные, какие мы на сцене. В любом случае, так уж повелось. Я люблю после концерта тишину, мне хочется покоя, мне хочется очень комфортного такого состояния. Но вот так. На сцене все иначе. Понятно. На сцене зажигаем. В продолжение темы, если позволите, вопрос от ваших красноярских поклонников. Давайте. Здравствуйте, Валерий. Меня зовут Ольга. И у меня к вам вопрос. Вы часто гастролируете? Вы постоянно ездите по городам? Вы заняты? А есть ли у вас время на личную жизнь? Ну, кратко. Вот Ольга задала вопрос. Нет времени на личную жизнь, есть пока работа. Вообще личная жизнь, а то она и личная жизнь. Я о ней мало кому что рассказываю, и мало о ней что известно, о моей вообще личной жизни. В любом случае, пока сейчас главным делом у нас является это концерт, это интересное, живое, яркое представление, это гастроли. Отнимает очень много времени, сил, но общение с людьми и просто общение, и просто путешествие, это все равно без этого никуда. Понятно. Почему мы катаемся? В общем, приоритеты расставлены, да, пока что, на данный момент. Расставлены. Первым делом самолеты. Да. Это «Детали» – развлекательный журнал для всей семьи. В студии сегодня гостит музыкант-виртуоз Дидюля. И сейчас вот о чем поговорим. Очень красиво пишут, что гитары обжигаете сердце. Вот какие последствия, я имею в виду, поклонников в реакциях? Ну, вообще разные последствия. У меня достаточно хорошо налажена обратная связь с нашими зрителями, с нашими слушателями. Каким образом? Интернет. Есть обратная связь. Мне всегда можно написать письмо. У нас есть сайт didula.ru, куда может зайти любой, написать свое высказание, критику, пожелание, любое впечатление, ощущение после концерта. Поэтому эта связь есть. Я очень ценю своего зрителя и слушателя. Мы его любим, уважаем, трепетно к нему относимся. И каждый, кто приходит к нам на концерт, получает колоссальный заряд энергии, позитива, добра, какого-то космоса, знакомиться с нашим ощущением прекрасного. И это очень важно для нас. Нам очень важно быть искренними, честными, яркими, запоминающимися. Ради этого мы выходим на сцену, ради этого мы трудимся, ежедневно репетируем, играем, записываем музыку и выходим к нашему зрителю. По-любому у зрителя остается какой-то след. Мне трудно говорить о нем. Наверное, надо спрашивать у людей. Иногда женщины признаются нам и говорят, что после нашего концерта или по ходу нашего концерта, при проигрывании определенных композиций, они получают оргазм. Это реально. Это не один раз я уже это слышал. Это так, и я понимаю эту ситуацию. Обалдеть. У нас есть еще один вопрос от красноярцев. Слушаем. Здравствуйте. Меня зовут Андрей. Валерий, я хотел бы узнать, сколько у вас гитар и какая из них самая любимая? Андрей, хороший вопрос. На самом деле гитар много, я их и коллекционирую, но это не музейные экспонаты, которые стоят и пылятся. Это реально действующие инструменты, которые используются в студии, которые используются на концерте. На сегодняшний день около 25 инструментов разных. Это не только гитары, это греческая бюзука, это и утопы, безладовые гитары, глисентар. Это всевозможные инструменты, сделанные по заказу мастера. Где-то что-то я приобрел случайно, где-то не случайно. Это дорогие вещи для вас? Дорогие вещи. Они ценные. Может быть, где-то какая-то гитара не очень дорогая по цене своей денежной, но она дорога звуком, каким-то тембром, каким-то уникальным набором качеств, которые я очень ценю и люблю. А вот правда ли, что, как пишут, вас вдохновляют на какие-то новые создания, новые композиции, совершенно, казалось бы, не мелодичные звуки? Будь то там скрип двери, что-то там еще разбивающееся стекло. Что еще? Да. То есть, однозначно на меня влияет все. Вообще вся наша жизнь. А скрип двери, он тоже в контексте чего-то. Ты открываешь дверь в темную комнату, ничего не видно, и какой-то страх вдруг тобой обуревает, дверь скрипит, некое ощущение состояния, и оно рождает аккорд, звук, созвучие или какую-то маленькую фразу мелодическую. А самое необычное такое влияние? Самое необычное, наверное, все-таки самое обычное, я бы хотел сказать. Самое необычное, оно и не так запоминается. Мне запоминается путешествие, море, закат, горы, какой-то интересный взгляд, фраза. Упала чашка, разбилась. Что вам запомнилось из Красноярска? Из Красноярска. Мне понравилось, я встал утром, выглянул в окно из гостиницы, и шла такая большая пелена тумана над рекой, она просто неслась очень быстро, просто это была вот прямо вот такая вот стена хорошего тумана плотного, в нее утопали машины, которые на большой скорости неслись. Мне это очень понравилось, было просто раннее утро, а так еще климатизация у меня не прошла, я не мог нормально уснуть, то есть что-то так-то я выглянул в окно, и ранним утром увидел вот эту несущуюся стену тумана. Я такого не видел, обычно туман, он мягко, медленно стелится, а здесь такая полоса, удивительно, интересно. Для меня это было новое, как ребенок завороженный на это смотрел, и это запомнилось. Как вы думаете, то есть появится в продолжении? Не знаю, вот это уже второй вопрос, может быть появится. В любом случае мне нужно время, мне нужно время, чтобы переосмыслить, чтобы вернуться опять к этой ситуации, к этому мгновению. Это все непросто. Ну очень радостно, я хочу сказать, смотреть на такого увлеченного, успешного человека. В гостях у нас был дедюля, виртуоз, музыкант, аранжировщик, композитор и так далее.